К нашему эфиру присоединяется Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Слава, прежде всего. Героям слава. Ну вот, россияне сами мы показали, как живут, собственно, в сюжете. И они очень хотят, чтобы и украинские города превратились в российскую глубинку. Поэтому очередной раз, 5 ноября, обстреляли Одессу. Было повреждено здание художественного музея. Я сейчас процитирую городского главы города Одесса, Геннадия Труханова. Вот немного туда, немного сюда, он говорит, и могли бы лишиться многих наших образцов, экспонатов, которые известны на весь мир. К счастью, этого не произошло. Пострадала кровля жилого дома. Сделаем обследование, будем восстанавливать. Так вот, да, поврежден водопровод в том числе и так далее. Будьте добры, расскажите детали, которые, возможно, еще неизвестны, или детали, на которые стоит обратить внимание. Ну, собственно говоря, атака на Одессу началась вчера, еще средь бела дня, когда враг с помощью тактической авиации сделал пуск боевой ракеты. Это ракета типа Х-31П. Это противорадиолокационная ракета. Я так понимаю, что была определенная доразведка тех целей, которые враг намеревался поддать атаке как раз уже вечером и ночью. Тогда днем у нас пострадало три человека. К сожалению, попадание было в административное здание, пожар. Спасательные службы отработали хорошо. Ну и, собственно, потом появляется информация. Это такая небольшая хронология, информация о том, что в очередной раз враг пытается атаковать нас дронами Камикадзе типа Шахет. Снова территория временно оккупированного Крыма. Кстати, вот этот фактор Крыма временно оккупирован, он присутствует практически в каждом обстреле Одессы. И когда мы говорим о дронах Камикадзе, и когда мы говорим о крылатых ракетах. В данном случае сигнал воздушной тревоги у нас прозвучал фактически после того, как уже враг атаковал баллистикой. Скорее всего, это были Ониксы, это были Искандеры, которые находятся как раз на территории временно оккупированного Крыма. Это Джанкойский район нашего полуострова. Ну и, собственно, вот эта баллистика, это было началом того большого воздушного боя, в котором сражались шахеды. И отбивали эту атаку, защищая наше небо, наши земли, наши силы обороны. В частности, воины противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и все те подразделения, которые задействованы в таких случаях. 15 шахедов сбито из 22. Показатель очень хороший, показатель большой эффективности. Но очередной раз говорит о том, что нам необходима помощь система ПВО. Я знаю, что сегодня эти пакеты военной помощи от разных стран мира Украины, они как раз у них и есть приоритет. Это система ПВО, которая уверен появится в том числе и на юге нашей страны. Ну и, собственно, вот эта атака, она была, конечно же, по портовой инфраструктуре. Это мы прекрасно понимаем. И что-то, к сожалению, пролетело. Удалось врагу попасть в определенные складские помещения, повредить автомобильную технику, которая, кстати, была под загрузку. Потому что техника, которая используется для перевозки зерна, там, кстати, зерно в очередной раз, наша украинская пшеница, сгорели в этом огне вражеской атаки. Ну и, собственно, прилетел центр города. Это исторический центр нашей Одессы, который находится под куполом ЮНЕСКО, и который, к сожалению, сегодня этот купол не может защитить от варварских террористических атак Российской Федерации. Художественный музей. Семь экспозиции получили повреждения. Получило повреждения и само здание. Большая воронка образовалась рядом со зданием музея. К счастью, пострадало лишь восемь людей. Это осколочные ранения, потому что в 20 домах в округе разлетелись стекла, повылетали окна, и много еще работы и коммунальным службам предстоит. Один из трамвайных маршрутов не будет сегодня функционировать. Он будет идти по другой локации, потому что воронка действительно очень большая, и все ее видели. Кстати, насчет воронки хотел бы отдельно сказать, потому что если одесситы реагируют в большинстве своем сигналы воздушной тревоги, если это не баллистика, баллистика, к сожалению, очень сложный вид оружия, так вот, публикация фото и видеоматериала произошли буквально сразу после того, как прилетела эта вражеская ракета. Что, в свою очередь, как всегда, обычно используется и российскими пабликами, и, собственно, корректирует тот огонь вражеский, который они ведут по Одессе, по южной части нашей страны. Я думаю, что тут службы соответствующие разберутся. И, кстати, надо отдать должное, действительно, очень добротные материалы они прислали, кто мог это сделать, то есть и в социальных сетях и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, заканчивая тему крымского следа, хочу сказать, что информационное сопровождение этой атаки началось буквально после пуска ониксов и скандеров с территории Крыма. Это были нарративы о том, что это ответочка за Керчь, за Седова. Вы знаете, накануне там было наше удачное попадание в склад ДК вражеский. Ну и, собственно, еще один нарратив. Я поэтому говорю, что вот эти удары по центру города, исторической части Одессы, по нашим музеям, по нашим храмам, это все не случайно. Это не просто враг промахнулся, потому что, имея дело с варварами, мы и слышим то, что они говорят. А сказано было следующее. Это только начало, это подарок Одессе. Вот посмотрите, что будет с вами дальше. Ну и следующее заключение, которое должно было прозвучать, сдавайтесь. Понятное дело, как одесситы на все это реагируют, иногда даже во время обстрела с улыбкой, но очень хочется таких писак обнять так, чтобы для них это был последний раз. Да, вот этот нарратив, который они называют ответочкой, то есть очень интересная формулировка России напала на Украину, а теперь почему-то еще и отвечает. И, кстати, хотелось бы еще отметить, что сегодня, 6 ноября, Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года. Вот такой символизм получился. Расскажите, пожалуйста, а что... Я бы, знаете, честно говоря, да, когда мы говорим о России, я не верю в совпадение. Очень скрепненько все выходит. Любят они символизм, но я думаю, что тут привязка еще идет, как ни странно, Одесса-Киев, сегодня день освобождения Киева в годы Второй мировой войны. Возможно, тоже вот такой какой-то ракетный намек нашей стране на определенное российское понимание истории Второй мировой войны. Каждый день очень большое количество человек гибнет и на фронте, в том числе, и, к сожалению, и гражданских. Но я не могу не зацепить одну, мне кажется, очень важную для понимания тему. Одессит Юрий Глоден недавно погиб на фронте. Тут важно нашей аудитории напомнить, что это защитник Украины, который был одним из бойцов полка АЗОВ. Потом у него была третья штурмовая бригада, в которой он, собственно, защищал Украину. В прошлом году, 23 апреля, к нему пришел русский мир в его жизнь. И при попадании в жилой комплекс, где жила вся его семья, его по случайному стечению обстоятельств не было в этот момент дома, но погибла его жена, дочь маленькая и теща. То есть, фактически, вся его семья была уничтожена российской ракетой. После чего, вот сейчас он сам погиб на фронте. История, которая показывает, в принципе, что Россия привнесла в Украину, и что она принесла в конкретную жизнь, конкретной семьи, конкретного человека, и в том числе Одессита. Напомню, что россияне называют постоянно Одессу русским городом. Вот скажите, как одесситы восприняли эту историю? Опять-таки, вроде как, да, трагедии очень много, но вот она какая-то особо показательная. Можете об этом рассказать? Мы не зря говорим, что Одесса, пусть на меня никто не обижается, Одесса большая деревня, но это понимание того, что мы все очень большая семья. У нас, когда сейчас это происходит очень редко или вообще не происходит, собираемся за общим столом, незнакомые, на первый взгляд, люди, буквально через пять минут находятся не просто знакомые общие, а еще и родственники. Поэтому мы так и говорим, что в Одессе друг друга все знают. Можно не знать человека, но когда в данном случае Юра погиб, я не знал этого человека. Да, мы знаем всю эту историю. Довелось даже видеть эту ракету, которая летела и сделала потом этот клюк в Тирос. Для нас это для каждого личная трагедия. У нас за эту войну у каждого, и я не исключение, у всех есть личные трагедии, связанные с полномасштабным торжением Российской Федерации в Украину. Вы знаете, с гибелью Юры, наверное, перевернута еще одна такая черная и очень черная страница в Одесской главе истории, которая носит название Тирос. И с этим все понятно, и тут все созвучно, и, как говорится, комментарии излишни. Очень страшно на самом деле, потому что с демографической карты Украины исчез целый род. Вот, их нет. Их забрал русский мир, вернее, уничтожил русский мир. И сколько у нас таких трагедий сегодня по Украине, сколько, к сожалению, их еще будет. И виной всему русский мир. Поэтому очень больно. Я без преувеличения говорю о том, что это тема, которая обсуждалась и будет еще обсуждаться в Одессе. Но, вы знаете, есть ощущение холодного расчета. Холодного расчета и холодной мести. Мы должны уничтожать врага. И принцип «уничтоженный русский оккупант» — это жизнь еще одного украинца спасенная. Вот для нас стала эта формула. И жизнь это подчеркнет. Да, это правда. Давайте посмотрим фотографии этого украинца, защитника, героя. Вот сейчас вы видите на экране. Мы постарались оперативно для вас найти. Вот он как раз слева уже защищает Украину в составе 3-й штурмовой бригады. Юрий Глоден, житель Одессы. Напоминаю, вот справа его фотография с дочкой, которая погибла от обстрела российскими ракетами в прошлом году, 23 апреля. Когда в жилой комплекс попала российская ракета, также погибла его супруга и теща. Вот, собственно, судьба одного человека в двух фотографиях за последние два года. И эту судьбу хочет Российская Федерация сделать универсальной для каждого украинца. Это очень важно понимать во всем мире для людей, которые, возможно, не понимают еще по каким-то причинам, что происходит. Сергей, огромное вам спасибо. Думаю, важную тему обсудили, несмотря на то, что тяжело такие вещи обсуждать. Сергей Брачук был в эфире телеканала «Фридом». Благодарим вас за участие, спикер Украинской добровольческой армии «Юг». Благодарим. Спасибо.